Так, ребятки, всем привет! Смотрите, готовлю греческий салат. Уже добавила помидоры, огурцы, сырок. И сейчас еще добавлю... А, и перец добавила. Еще хочу лучка сейчас помыть, чуть-чуть подрезать. Я вообще забыла про красный лук. Я греческий салат готовлю второй раз в жизни, и то не по каким-то там рецептам. Вот заправка, 3 столовых ложки оливкового масла и перец, потому как у нас, к сожалению, нет этих всех прованских трав. Есть вот такие, вот я вам сейчас покажу. Вообще, ребята, не советую, просто ужасно. По вкусу прям вообще жесть, мы их вообще не используем. А есть точно такой же фирмы, но называется Итальяно, что-то там. Там макароны нарисованы бантиком. Да, макарончики там бантиком нарисованы. Вот эта заправка классная, а вот эта с паприкой просто фу-фу-фу. В общем, сейчас буду нарезать красный лук, совсем я про него забыла. Вот, ребята, пока красный лук нарезала, сразу такие ассоциации. Вспоминаю наш крымский лук, какой он вкусный, сладкий, просто невероятный лук, крымский лук. Вот, как сейчас помню его вкус. Потому что в детстве много раз была в Крыму летом. И вообще не передать вам какой-то вкусный наш крымский лучок. Ну, ничего, я уже думаю, совсем скоро, в следующем году, мы отведаем крымский лук. Или только лук. Ой, глаза капец. От этого глаза вообще режут. Сейчас плачу, капец. А какая рыба была? Я помню, мы с сестрой возвращались с Феодосией. И при выезде стояли женщины, мужчины, продавали рыбу, икру такую. В таком вот, как сказать, в каком виде. Ой, блин, плачу, не могу вообще. Такие, знаете, как колбаска икра. А, палочками. Палочками, да-да-да. Вот это просто невероятная была икра. Хоть я была тогда и маленькая, но мне запомнилось вообще очень. Можно сказать, что это было более вкуснее, да? Вот мы были в Кирилловке. Ой, да, в Кирилловке были вообще не то. Мы брали тоже такую же икру, как бы, ну, как палочка, как колбаска такой. И вообще было, она соленющая. Креветки в Кирилловке, да, были вкусные, очень вкусные. И что, еще и в Кирилловке побываем, везде побываем. Да-да. А, короче, что мне сейчас надо делать, Настя? А, эти, маслины, да? Да. Все, сейчас маслины. И буду заправочку добавлять, а потом все это солить. Решила всю банку добавить. Я думаю, что ничего страшного, так вкуснее будет. И еще хочу врызнуть все-таки лимончиком. Я хоть в заправку-то лимон тоже добавляла, но еще хочу чуть-чуть лимона. Ну, что, я буду масло пробовать? Нет, ну, может, перемешала, но потом буду. Настя, давай я готовлю, а ты убираешь. Сейчас буду мешать. Все, ребятки, вот такая вот вкусняшка получилась. Такие цвета, аромат просто нереально. Я резала так, как бы, за себя, без всяких там одинаковых форм. Ну, по-доважнему, но для нас, я имею в виду, Настя, есть такое выражение. Я знаю. Вот. Реально очень вкусно пахнет. Я попробовала маслины. Маслины, ребята, нереальные все-таки этой вот фирмы. Это просто Вальди, но они реально вкусные. Ну, сейчас салатик немножко постоит. Настя сейчас доубирает и продегустирует. И скажет вам, вкусно или нет. Настя решила рассыпать, попробовать. Тут, если что, была же заправка, поэтому вы не нервничаете. Да. Надо же все взять, попробовать, правильно? И огурец. Ну да. И перец. Павилкой, Настя, ну ложкой это у тебя нервничает. Это кто так ест ложкой? Я так не ем, я просто не уже под рукой была, а то и взяла. Сейчас. Ну ладно. Давайте огурчик, помидорчик. Оливку, сырок и перчик. Будут писать. А лук? Шашлык. Так, пробуем. Только объективное мнение, то есть, без приукрашения. А я сейчас скажу, что это приукрашение. Овощи. Еще такие спелые. Вкуса помидор нет. Настя, у тебя тушь потекла. Ничего, сейчас уберу. Нормальные помидоры, не выделывайте. Не, знаешь, все равно греческие могут отличаться. Но вкус есть и очень вкусно. Именно греческое салат. Ну, трав не хватает этих. Трав, да, не хватает. Лучок чувствуется, перчик чувствуется, огурчик, маслины чувствуют. Все чувствуется. Но вот помидоры все равно меня смущают, потому что они еще такие, знаешь, недоспелые. Надо пойти умыться. Недоспелые. Сейчас умоюсь. А так очень вкусно. А мне нравятся помидоры, уже ненормальные. Мне вкусно. Аня молодец. Все, греческое салат идеальное. Мочного. Молодец, умничка, вкусно. Я его второй раз готовлю без всяких этих рецептов. Не, вкусно, правда. Ну, в следующий раз травы надо покупать. Зато посмотрите, сколько много его получилось. Такая вот у нас тарелка. Значит, уже это съем и все. Все. Настя меня просто рассмешила. Мы уже поели где-то два часа назад. Немного убирали. Ну, мне нравится. А Настя опять говорит, хватает с холодильника ложка. Я говорю, скиснет. Что ты робишь? Что он скиснет? Что мы его сегодня доедем? Да. Скиснет сейчас. Сейчас уже семь часов. Настя скиснет. Вкусно? Скиснет. Что ему скиснуть, если мы будем сейчас есть? Когда сейчас мы его ездим? Он в холодильнике. Как он скиснет? Максимум через час можно еще поесть. Я юшки хочу. Мне нравится юшка. Настя, ну что ты делаешь? Ты думаешь, мне сильно будет потом тоже приятно есть? Конечно, будет приятно. С твоими слюнями? Да. Что, прикалываешься? Ну, я это есть не буду. Не, я все буду есть. Ты свою проблему делаешь, ребята? Что делаешь? Думала, пить сейчас будет. Настя, не сильно ли это нагло так есть с одной или с общей тарелки? Что я поел? Ну, я это уже есть не буду. Видишь, как миленькая. В смысле, для чего так делать? Ну, сейчас уже реально без шуток. Напишите, это нормально, что она так делает? Конечно же нет. А что, я должна такое есть потом с твоими слюнями? Слушай, Аня. Слушай, она же должна есть. Слушай, не нормальная. Хватит. Хотя, что хватит, я уже все равно реально есть не буду. Взяла, спасибо большое. Ребята, поддержите, что я ем салат. Правильно, витамины мне надо. Там где-то напишут. Да, надо. У меня кожа плохая. Настя, а отдельно себе насыпать в тарелку не судьба? Берет, сорбает, слюни запускает. Ты вообще неадекват? Я же собака. По-другому тебя не назвать. Какие слюни? Какие? Смотри, ты не видела, как ты пьешь это? Я могу еще вообще с тарелки выпить. Хочешь, покажу. Будешь еще? Да я это уже есть не буду, можешь хоть что и делать. Смотри, ковюшечка. Покажи. Я такое люблю. Дегустация на высшем уровне. Очень вкусно. Советуем, кстати, цалат летний. Берет сыр с губой. Я думала, берицы. Да. Это нормально, да, по-твоему? Да. Тебя бесит это, да? Конечно, бесит. Я так почему-то не делаю. Почему же? А почему я так не делаю? Ты, видимо, воспитанная девочка. А я нет. Короче, давай. Спорим, 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 спорим. Ребята, я уверена, что сейчас вы меня должны поддержать в комментариях и написать, что это вообще ни в коем образе неправильно есть с одной тарелки. Господи, это и так логично, понятно. Какие нафиг слюни? Никто не пускал. Ну, накачивайте, пустила она слюни. Я, что я делала, не так я не могу понять. Что здесь такого плакала? Ты должна была насыпать себе в отдельную тарелку и поесть этот салат. Я знаю это, господи. Аня, это если мы будем есть завтра, а послезавтра этот салат. А так он не вписит. Так хорошо, но ты думаешь, мне приятно, что ты везешь своей ложкой, ешь его, все орбаешь, а я потом должна это есть. Да. Ну, что ты думаешь, у меня нет никакого чувства бездливости? Или что? Слушай, Аня, успокойся. Не вовиду тебе, но надо как бы это понимать, что нормальные люди не будут так есть салат с этой миски. Я в шоке. Аня, успокойся, у меня болит голова, я устала. Болит голова. Короче, Ребята, сегодня думали купить колонку в этом магазине. Ага, в общем. В китайском. Экшен он называется. Экшен. Ребята, все услышали, да? Да, я исправилась. Успокойся. Да, я накручу пока. Короче. Ну, если я не буду показывать. Короче, этот. В польском магазине. Ты чего? Ты чего? Ты чего не этот? Чего ты? Дура. Да ладно, рассказывай, извини, что сделал. Да, уже спасибо. Ну, короче, были мы там. Зарядок нет внутри. Да, все колонки без зарядного устройства. Внутри упаковки с колонкой нет зарядок. А я как, да. Никаких USB-переходничков. Ничего нет. А рядом есть зарядка. Шнуров, вернее, переходников. Зарядки есть, но, блин, это ненормально. Я не знаю. Ну, почему мы должны покупать колонку, еще дополнительно покупать зарядку, шнурки? Ну, оно должно быть. И главное, что самое обидное, что у каждой колонки такое. Ну, колонки просто по нормальной цене за 10 евро можно купить колонку спокойно. 10, 15, 20 евро. Можно купить. Даже 22. Очень хотим купить колонку, потому что, ну, реально, хочется музыку послушать. Может, где-то куда-то будем отправляться, где-то гулять будем. Все ходят, вот музыку слухают, слушают. Мне реально колонка, это прям мечта-мечта. Но у нас она была и сломалась. Не знаю, придется, Аня, наверное, покупать там, потому что другие колонки дорого. Да, шнур дополнительный. Ну, он пригодится вдруг. Нет, не будем мы там покупать. Не знаю, надо поискать в другом месте. А где ты поищешь? И нам не надо прям какую-то огромную. Может, кого-то есть колонка, ребята? Отправьте нам колонку. Ты уже какая-то? Да, я уже. Еще, ребята, прислушались к вашему совету. И вот, цветок убрали от солнечной для лунея. Почему, покажи, не полюбаем? Ой, господи. Они сюда не будут попадать на цветочек наш. Надеемся, что все пройдет. Шо, шо не видишь, понимаете? А? Цветок пока что не будет, через бегать. А что ты смеешься? Смешу, скоро напишу, я его не дала занести. Давайте обратно. Ну, что будут писать, что это. Ну, короче. Уже его другого места. Я не знаю, вот напишите, нормальное место ему здесь, если у нас на кухне окно, воздух будет. Потому что курим, конечно, ничего страшного. Так, персики. Мы уже поняли, что это персики. Не прочитали, не заметили. Я как-то так, это я сказала, нектарины. Ну, вообще, потому что на ценнике всегда написано нектарин. А знаешь, почему мы говорили на это? Потому что когда-то Люба покупала, или так не было, и она когда-то мне запомнила, что она сказала, что это нектарин. Да? Да, у нас это. Ну, пофиг. И поэтому я так клеила. Холодильник вымыт. Это не вымывается. Это старый холодильник. Наклейки уже поснимать эти. Также вымыты двери. Вот. Не идеально. Шоколадка уже была открыта. Ну, нормально помыть холодильник, господи. Боже, ничего нету. 30 евро потрачено. Нормально. 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 Также ребята помыли эту дверь в комнату, и вторую дверь. С дверью все нормально, там писали, что нельзя мокрое полотенце на дверь вешать. Это мы знаем, это было пару раз, и ничего, все хорошо. Да, оно было такое, влажное. Там везде пыль протерли, зеркало протерли. Правда, вон, видите, оно не вытирается там на зеркале. Книжечки по-немецкому лежат. Вот такое, мои две кепочки. Сейчас. Штатив. И наш ленивец. Как там писали, это наш оберег и наш домовенок. Он такой прикольный. Настя, ему жарко уже в свитере. Можно снять? Можно снимать? Снимай свитер с него. Что это такое на флаге? Настя, что это на флаге? Надо вытереть. С другой стороны. Это не флаг. Ой. Все. Ему жарко уже было в свитере. Пузо, как у меня, а, ребята? Какого такое пузо? Напишите. У вас наверняка. Я шучу. Я шучу. Ты что? Ты что? Я шутку. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите. Хоп. Настя сегодня вообще какая-то обезбашенная. Как он, да? Ля-ля-ля. 60 евро и русская, ребятки. Ну тебя. Давай, складывай его вещи. Я там, наверное, весной буду ходить в это. Как напишите вам новый бренд, мой размер. Ладно, ребятки, такая вот у нас пятница. Будем мы сейчас полы везде. Или Настя будет, не знаю, как получится. Не знаю, как получится. А завтра уже буду Настю красить. И вам покажем этот весь процесс и результат. Так что всем хороших выходных, хорошего настроения. Всем чус. Без бальт, ребята.